Коклюш. Острая антропонозная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Для взрослого человека болезнь не представляет большой опасности, а вот дети в возрасте до двух лет переносят недуг тяжело. Главным симптомом является сильный кашель и затруднение дыхания из-за поражения легких. Из-за слабого устройства органов у малыша это может повлечь за собой нехватку кислорода и остановку дыхания. В связи с недостаточной коллективной вакцинацией в Татарстане произошел рост заболеваемости уже в 40 раз. Это является показателем того, что прививка против коклюша нужна, если родитель хочет обезопасить свое дитя. Коклюш на самом-то деле острое инфекционное заболевание, которое сопровождается с пазматическим кашлем, приступообразным, очень тяжелым, и которое очень часто характеризуется очень угнетающим кашлем. Иногда приступы возрастают до 30 в день и человек начинает настолько сильно кашлять, что вызывается рвота. До появления в 1950 году вакцина от коклюша недуг считался самой распространенной болезнью среди детей и являлся причиной множества младенческих смертей. К счастью, благодаря медицинскому прогрессу сейчас заблаговременно привитый ребенок максимально защищен от этого опасного недуга. В организме вырабатывается иммунитет, который не позволяет инфекции закрепиться в теле человека. После перенесенной болезни тоже отмечается рост антител к инфекции, но специалисты заявляют, что риски слишком велики, и поэтому надеяться на это не стоит. Передается от человека к человеку именно воздушно-капельным путем, то есть человек заражается от больного человека, и как обычно характеризуется, коклюши болеют именно дети. Дети это особый контингент людей. Лечение коклюша практически ничем не отличается от лечения бронхита. Врачи советуют больше находиться на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни, а также меньше посещать многолюдные места и соблюдать гигиену. Рост заболеваемости коклюшем можно предотвратить своевременной вакцинацией детей в период от трех до шести месяцев. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универновости.